Мой любимый Господи, отцы, матери, братья и сестры, спасибо Господи за Ваши святые молитвы, сердечное подразумение в памяти святые Иерусалимы, первомученицы Феклы, которая избрала в своем земном житии подвиг страдальчества ради Христа и очистила этим страданием свою душу и находится в Царственном Бесном. Но была бы брать-другой, она была очень красивой девушкой, и многие очень хотели взять ее замуж из знатной семьи. И, ну, наверное, это благочестиво было бы, пожить семьей, рожать деточек, это же Богу тоже угодно. Но Бог враг хорошего, Бог за лучшее, Он дает нам лучшее, лучшее зрение в жизни. Эта жизнь, ну, она такая радостная и скорбная, семейная, где там деточки наслаждение богатством, покоем, благоденствием. Но в ней нету мало места страдания, мало места мучениям, дюймам, которые прошла фекла. Ну, и, соответственно, и радости совершенно не такие, которые в готовность святых и венцы не такие. Поэтому, конечно же, нас по человеческой немощи тянет к благоденствию земному. Нам хочется, чтобы все было спокойно, покойно, тихо, мирно, сытно, тепло, уютно. Но Господь иногда не дает нам этого в жизни. Вот не дает. Человек стремится, он отворачивается от подвига, уходит. Говорит, ну, не нужно мне это ни монашество, ни скорби, ни какие-то подвиги. Ну, зачем мне это нужно? Вот я себе, это же благочестиво, вот запрет рожать деточек, семья, там, еще что-то. Ну, ты же благочестиво, давай я, Господи, так благочестиво, тихонечко проживу. Господи говорит, нет, не твое. Не сможешь ты благочестиво, тихонечко себе в радость прожить. Какая-то иная жизнь у тебя будет. Это не твоя жизнь, ее нет, ее не существует. Она существует только в том воображении, тихая, благочестивая жизнь. Возможно, у тебя не тот характер, возможно, у тебя не та душа, возможно, ты не сможешь жить тихой, благочестиво, семейной жизнью. Именно поэтому, Господи, тот, кто может, тот живет. Тихо, тихонечко, так всяк радуется, так всяк скорбит. И такие всякие плоды имеет, какие-нибудь. Но, Господи, раз у тебя уж такой буйный, хулиганский характер, раз ты такой вот горделивый, своевольный, вот иди в подвиг тогда. Со своей гордыней, своей силой воли, со своим дерзновением испробовать все в жизни, и доброе, и хорошее, все познать. Вот тогда у тебя, на тебя подвиги, тебе нужны и сильные скорби, чтобы смирить твою душу, и тогда ты поспасешься. Вот, то есть, Господь, Святый Царь, Витя знает нашу душу, он же ее и сотворил, и он же эту душу воспитывал, взращивал, он наблюдал за ней, более чем садовник наблюдает за самыми любимыми плодами своего сада, ежесекундно наблюдая, как мы развиваемся, он нам определяет, что лучше для нашей души. И если лучше для нашей души подвига мы рвемся в семейную жизнь, то, ну, мы можем оторваться на время Господа, как росточек может вырваться из земли, полетать, ветром неносимый, но все время этого полета он просто умирает и засыхает, его спасение в почве, находиться в почве, или на лозе виноградной. Все, когда мы можем по своей воле и жениться, и создавать семьи, и ржать детей, но все это на крахом заканчивается. Именно потому, что в душе звучит голос, и пот на подвиг, и не терпи скорбь. А мы хотим все-таки для себя удовольствия, радости больше, тихого, спокойного, приятного, вкусного, сытного. И у нас это не получается в жизни. Тихое, спокойное, и радостное, и сытное будет, когда мы пойдем на подвиг, и будем совершать подвиги, и вот тихо, радостно, спокойно и сытно. Будем бросаться в бурю, где много искушений, где много скорбей, где бесы нападают, а потом вот тихо, спокойно, радостно и сытно. Вот это наше тихо, радостное способ. Спокойное и сытное в подвиге оно содержится. А не в том, что мы часто себе сами нарисовали по малодушию своему и вожделею, по себя любви своему. Поэтому, братья и сестры, некоторые люди, это очень хорошо открыто, особенно, когда рядом какой-то духовный отец, рядом с первому ученцем Феклой был апостол Павел, который рассказал ей о иной жизни, о иных радостях. И эти радости были написаны на лице, в сердце, в жизни. И Фекла, биемая, гонимая от матери, от жениха своего, они хотели ее убить. Вот настолько разъярились от своей воли, что вот она не хочет поступить так, как они хотят. Как Господь говорит, враги человека домашнего. Жених хотел, чтобы она вышла за него замуж. Красивая, богатая, знатная женщина, образованная, умная. Мама хотела гулькаться с внучками своими, чтобы у нее были внуки. И как же я буду без внуков, останусь, без сисюками, без пеленов. Это же для меня была такая радость и тишение. Я буду умничать, всех учить. Аж уже два поколения. Дочку буду учить, зятя буду учить, жизни. Рассказывает, какая умная, внуков буду учить. И все эти страшные отсутствия и радостные перспективы Фекла перечеркивает, говорит, нет, мама, я буду со Христом, я никогда не буду замуж. Я буду невестой Христовой. И, конечно, мама впала в ярость. Так это так. Все мои перспективы радости и утешения старости перечеркнуты. Что, зачем мне тот Христос? Зачем мне служение Богу? Зачем мне дочку отдавать Христу? Я хочу, чтобы она была со мной. Чтобы она мне служила. Чтобы она жила для меня, а не для Христа. Вот поэтому эта мать родная. И поэтому человеку вы враги домашнего. Мы знаем матерей, которые разводят своих дочерей. Бросай мужа, и не ко мне, а со мной живи. Потому что мне с тобой хорошо. Я тебя буду гулькать и утешать. Без тебя я скучаю. Мне плохо, скучно, тяжело на душе. Заняться нечем. Некого получать. Неким командовать. Некого таскать за собой на привязи. Мужа отдала. Поэтому бросай мужа при любой удобной ситуации, при любой ссоре, малейшем искушении матери. Говорят, бросай мужа, иди ко мне, живи. Такие примеры не знаю. Нехочем много. Поэтому у нас были враги человеку домашние. Потому что хотят для себя чего-то, а не для Бога. И вот эти враги домашние хотели фея плохо уничтожить. Сама родная мать просила в ярости, в ненависти уже. Потому что своей волей. Я хочу так, а они поступают по-другому. Не так, как я хочу. Я хочу, чтобы они служили мне. Я хочу, чтобы они делали для меня приятно. Они делают по-другому. И своей волей, вот это приводит к раздражению на человека. Потом приводит к ненависти, к человеку. Люд от ненависти, кричит, ненавидит и хочет уже убийства того, кто не делает так, как он хочет. Это мы видим в семейной жизни, когда разводятся люди друг с другом, ненавидя друг друга. И вот мать феклой ходатайствовала перед правителем, чтобы он меня убил, родную дочь. Потому что она не хочет, взять так, как мама хочет. Внуков ей народить. И чтобы она не улькалась и перенала. Но Господь спасал феклу. Мы знаем, что фекла бросали в огонь. Но дождь тушила, когда он в другом месте, когда правитель хотел тоже на ней жениться, вожделе, она была очень красивой человеком. Могла очень много радости земных получить с помощью своей красоты. Но все отвергла радости, более высших, более радостных. Радости превышшей радости всей в небесном царстве. И тоже бросал правитель ее кальван, к диким голодным зверям. Эти звери просто приходили, вязали ноги, усмиренные ее смирением и кротостью. Ибо если мы яростные, гневливые, вот даже видно, когда у человека домашнее животное, если человек, хозяин, гневливый, яростный человек, раздражительный, то и животное такое взбудораженное ходит, и злобное, и нервное. То есть передается от нас, наши духовные качества, и детям нашим, и внукам нашим, и родителям, и даже бессловесным тварям, которые не понимают. Если хозяин тихий, спокойный, мирный, животное тихое, спокойный, мирный, никто не кидается, никто не лает. Если хозяин в душе кого-то осуждает, злобится, или осуждает кого-то вместе с своими кунушками, подружками или друзьями, животное не понимает, о чем этот человек злословит, но он понимает злобу, исходящую из злосердца. Это животное раздражительное, кидается на всех, лает, на всех нападает, даже даже маленьким таким существом, который на ладошке вместится, но озлобленным, на всех бросается, больших и взрослых людей. Это тоже очень хорошо видно. Поэтому, братья и сестры, Господь силен, Он спасает нас, молитвенно великомученцы Феклы. Давайте мы будем искать послушание святой воли Божией. Господь знает, что для нас нужно. Кому-то нужна семья, кому-то нужно где-то рождение для спасения, а кому-то нужен подвиг сугубый, иначе может быть встреча с бесами, визуально, чувственно. Может быть, кому-то и такое будет дано в жизни, подвиг. Кому-то будет даны подвиг падений непрестанных, чтобы смиряться, смиряться и смиряться еще, еще и еще и еще. Видя свою немощь, каждый день видя немощь и смиряясь перед Богом, повеждая гордыню свою. Кому-то каждому нас дамо свое. Если мы берем за чужое, если мы лезем туда, где нам сладко окажется, вкусно и спокойно, то это закончится крахом и разрушением. Мы должны идти туда, идти той дорогой, куда нас ведет Господь. Потому что Он знает, что нужно для спасения нашей души. И, братья и сестры, стяжелать в сердце мир и любовь. Если будет в нашем сердце мир и любовь, то тогда и все вокруг нас будут этот мир и любовь от нас почерпать. И восказано еще на Писании, на беседе с Марией Магдалиной, что это сделает так, чтобы топки воды живут и шрева вашего истекут, напояя окружающим вас. То есть топки благодать весь этого Духа. Если мы злобимся, если мы раздражаемся, если мы отвечаем злобой на злобу, гневом на гнев, клеветую на клевету отвечаем, а ненавистью на ненависть, то тогда ненависть, злоба, клевета и прочие лиси только умножаются. Но если мы сумеем ответить на злобу доброму, если мы видим искушение, если мы видим, что кто-то на нас злобится, и кто-то на нас злопыхательствует, и злословит, и зложелательствует, и еще что-то злое делает, а мы вот и сумеем, да, это невероятно сложно, это невозможно для человека. Не может человек ответить доброму на зло своими силами, ибо нет у нас таких сил. То же самое, что поднять вот так вот на руки тонну веса. Никто не сможет, это выше человеческих физических сил. Но если человек воспользуется краном, то есть краном может поднять перед другим устройством. Человек не может ответить злобой, добром на злобу, нет сил таких мыслов, призовет помощь Божию. Если он смирится перед Богом, действительно, поставит вопрос очень четко, ясно, в своем сердце. Господи, я злобный, я ненавистный, я немощный, меня вот озлобляют люди, у меня искушения идут какие-то. То тот не то сказал, то это не то сделал, то тот другой. Я не могу пресечь это зло в своем сердце, я отзываю злом на зло. И умножаю зло на этой земле и в своей душе. Но ты мне, Господи, помоги, чтобы я ответил добром на зло. И если действительно молитва наша когда-нибудь будет смиренной, потому что всегда молитва наша горделивая еще пока, до этого момента, пока мы не получаем помощь Божию. Но если когда-нибудь молитва будет смиренной, то смиренной Бог подает благодать, а гордым противится. Когда гордый молится, гордый не получает просимого и помощи Божией, и избавления, скажем, не получает. Потому что он гордый. Гордый Бог противится. Гордый молится, молится, а Бог противится ему. Сколько бы гордый не молился, месяцы, годы, как бы по десяти капельствам не вычитывал, но Бог противится ему. Ибо гордый Бог противится. Значит, человек смирился перед Богом, действительно глубоко смирился. Это непостижимое состояние души, это необъяснимая благодать Божия, но она приходит и она возможна. Вот когда человек смирился, вот этим Бог подает благодать, и с помощью этой благодати мы совершаем все наше желудобное. И добро отвечаем на зло, и животные наши добреют, и люди вокруг нас добреют, ну и все спасаются. Может быть не все, кто-то нас и бьет, и мучает, как Серафима Саровского, вели, мучили, и калечили. Хотя он действительно был смиренный, действительно был Божий угодник, но его при этом тоже ломали и калечили. Но большинство людей все-таки на пояресенье благодать и стадут. Поэтому помоги нам Господи, мы никого не осуждаем, осуждаем только сами себя в первую очередь. Это я гордый, это моих молитв не слушает Господь. Это мне Бог противится. И помоги мне, Господи, чтобы я смирился, чтобы подавал мне Господь, благодать Святого Духа молитвами про апостолы, про первомучиц и феплы, у которых эта благодать была, есть и будет, здесь и вечности, со всеми святыми, царским местным, со всеми святыми, только Богу угодившими. Аминь. Аминь.